ну что человеки всем привет вчера я значит закончил установку цилиндра немножко накосячил просверлил дырку чуть-чуть не там но ладно заварим чуть и сегодня будем знакомить педаль nexi с лавром заводскую педаль по не нашел они есть в продаже одна педаль к вот такая 5000 рублей карл 5 вы чё с ума сошли что 5000 не это это не 34 это 33 это надо доваривать отдавать еще 5000 и при этом еще доваривать ну и вон нахер поэтому было принято решение именно сделать такую кого бороться я попытался поварить с первого раза ничего не получилось не до провар был руками отбирал просто сам практически руками то есть хрень полная тут я обрезал поприкидывал и понял что мне нужно крепление с ножного тормоза вот это крепление вот это крепление у теперь их отпиливаю и не надо их будет сюда потом присрать получилось у меня такая петрушка все я это проварил сделала меньше конечно не идеально немножко где-то стрёмно некрасиво но тем не менее функционально теперь нам надо подогнать к креплению которое я взял с вот этой бабу не нижняя и верхняя и хорошенечко обварить и обрезал я педальку педальку приварить сделать как надо поудобнее покрасивше и в принципе никто не будет это увидеть всю хрень получилась вот такая незамысловатая конструкция выглядит как кусок дерева но я ее подворю под ты чу и думаю все должно быть хорошо как бы эта конструкция не выглядела цилиндр ходит ровно ну может чуть-чуть там господи пару там один-два миллиметра в кость может идет но в целом конструкция сама работает сране конечно страшная у меня педали выглядит это вот так единственный красивый шовчик это функционально вот поэтому вставим смотрим и все опа ну все сдюжит сюда кун пружинку надо и сюда поставишь плинт и все это готовы идти в бой я вот хотел именно вот так разместить чтобы они рядом были симметрично красиво нет получилось то что тут срань это закроется сегодня заказал бензононасос аем на 320 литров оригинал будем его теперь ждать с джессика есть еще одна приятная новость для меня возможно и для вас я все-таки мониторил 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 где можно заказать диски сцепления керамические на заказ по примеру ну грубо говоря и ну короче на заказ и я нашел там же где я покупал коробку жирную на лавра там же ребята занимаются в тюмени изготовлением керамических дисков на заказ по размерам или по примеру не важно не суть пофиг вообще пофиг я с ними списался они мне сказали что они мне сделают их буквально за месяц ценник абсолютно такой же как в art performance но я про мониторил art performance там 500 подписчиков то то есть это вообще ни о чем для какого-то тюнинг его ателье там ну или для производства какого-то такого хорошего это но это очень мало и я с ними списался не мы сказали 18000 за диск но тем не менее меня это напрягает то что ну никто его не знает а тут ребята как бы живут в тюмени соседний город если что я могу к ним смотаться поговорить да хоть сам могу приехать забрать и все будет типа ох и за диск они мне зарядили от 15 до 20 косарей что в принципе я считаю это норму как бы в принципе керамика так она и стоит но мне надо два диска то есть ну где-то сорокетик мне придется выложить но там может не сорокетик чуть поменьше там как придет будет известного по цене уж точно могу подкидывать новая феридоса джесс она там стоит два рубля то есть цены цена вопроса там всего лишь ну 4000 за два феррида это смотрите дырочка ржавчинка дырочка еще ржавчинка соответственно объясняю в чем задница я очень сильно завишу от серёги а серёга сейчас данный момент в тюмени соответственно я не могу переварить и надо ждать его до завтра это завтра он ничем заниматься не будет потом потому что он приедет вечером и я просто в шоке да я не знаю что делать потому что это жопа я позвонил серёге поговорил он говорит я не знаю когда смогу взяться вот не знаю потому что я сам по себе загружен и так далее и я просто я не знаю вроде все хорошо стараюсь сделать качественно максимально качественно насколько я это могу и насколько я это вижу но все равно вылезают всякие приколюхи и это даже еще не было бустапо это просто восстановление старого кузова я уже хожу и думаю зачем я этим дерьмом занялся вот зачем и мне в голову ничего не приходит на я решил травануть это все дерьмище всех этих бобров просто выгнать пинка под задать я взял уксус для металла может это не очень хорошо потому что это кислота но тем не менее я окунал зимой в уксус ключи головки и было все прям ок они стали как новенькие прям муа на телебонькой вот этой щеточка там и что было просто было все ок приехал серёга посмотрел чё я делаю сказал хернёй страдаю вырезай все нахрен и будем варить нормальное что в принципе я хотел но я сомневался ты чё удумал кой жены подонок не больно а ну ты мразь борьба с бобрами продолжается вот такая дырочка тут вот такая дырочка и у все хорошо надо еще на той стороне пилинуть и будет все в огне вот так вот у нас все получилось все зачистил все сделал получилось как-то так для чего говорим уже нет но там дырочки появились иначе пока ее пробьет ага она уже считаю металл перегрел все свободен точки старые то есть соединение уже морда уже не такая тут получается все на прихватки сделал то есть сплошным нельзя варить потому что поведет кузов должен все равно играть у него есть уход то есть на этих нас на сварных нужно завалишь тебя на счет поползти треск трещины пойдут вот именно надо прихватить вот этими вот лосками чтобы она все равно был ход у нее все что мы вчера заварили обварили нам сегодня надо будет загрунтовать и положить гермитосик время где-то 11 часов нет бру пол 11 и нам надо успеть часов до 12 поскольку завтра опять на работу и надо что-то сделать надо полюбасу сегодня что-то сделать загрунтовать вот это дерьмо проложите вот этот новый герметик он жесткой ядерной тварью чтобы там аж булки подкипали у синий у сия нечисти значит я купил такой эпоксидный грунт что он четыре соточки так недорого в принципе нормально не знаю ну вроде выглядит так красиво хорошо честно говоря я думал защищать но я потом подумал типа а нахуя но теперь все равно не видно не будет и как бы там будет лежать утеплитель или ковер не знаю как это заводская шляпа называется но тем не менее то она там будет и никто это видеть не будет и знать только про это буду я до грёбаная петушня вставать и фокин мофакин защитку я хочу протереть это же за грунтовать эпоксидкой ну типа на всякий случай потому что там непонятно чем уже нет маленький скольчик туда-сюда эпоксидный грунт он это закроет поступление воздуха потому что с той стороны у нас покрашена с обратной то есть там где синий цвет а с этой да он покрашен он старый и может где-то буквально вот так вот с иголочку там где-то что-то тыкнулась и воздух попал то есть опа нехорошо будет нехорошо и поэтому я решил ну более или менее грунтовочки подзадуть вначале эпоксидной потом акриловой а потом сверху я может и красочкой бахнул ну такой типа знаете по лайту как бы там тереться один хрен ничего не будет или она не сотрется и ну в случае чего там три защиты от ржи я думаю с дюжит должно 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 ребят я надеюсь что это с дюжит по крайней мере молю богов человеке я короче закончил получилось мега у бога но за красотой не гонюсь я гонюсь за функционалом получилось у нас вот так вот конечно выглядит это все атас это будет функционировать я и с той стороны герметиком промазал и с этой стороны с другой стороны ну все более получше покрасивее залепил я дырку кузовным герметиком ну что мне теперь осталось ждать до полного высыхания и в принципе все я могу тут все собирать тут теперь все хорошо ребят вчера я все закончил и пошел домой то есть у меня осталось вот таком состоянии там внутри уже все подключено все хорошо единственное печку я таки не установил но попозже за то себе прикупил подкачку колес 500 рублей 500 тысяч нормально самая дешманская самая простая ну дюжить будет чуть-чуть отойду от тачки и мне захотелось сделать кое что 50 литров но я хочу еще 50 этот пиздюк будешь дружить с этим пиздюком у меня будет два пиздюка поэтому значит надо что-то заколлаборировать но надо вытравить газ и было принято решение просто его поджечь надеюсь он не раскроется я не знаю что будет раскроется он не раскроется но по-любому будет интересно не пошли к другу в другой другой подальше подальше он тубы баллон стоял уже где-то дня три-четыре на воздухе чё наверное ему как-то вот так вот да или лучшего к стене у передалите потому что вообще в стену упереть давай так чтобы мы это могли съебаться начинаешь я очкую больно сегодня суши главное чтобы он тоже не перелетел куда туда чё-то раз ты делаешь сам первый раз так делаешь все катастрофы начинают с этих слов слушай да сейчас машину проедешь чтобы это чтоб на всякий случай